Я Максим, старший подавец в отделе, вместе решили, да, с вами поместимся. Ну, мы в курсе событий, а мы вам автомобиль сейчас предлагаем в рамках этого месяца, который максимально похож на, по сути, такой же, как вы автомобиль, который мы заказывали. И, ну, я понимаю, мы сейчас собрались, чтобы осудить автомобиль, возможно, он будет интересен для вас. Ну, возможно. Какое-то предложение уже Евгений делал на эту машину, или пока не обсуждали? Ну, что-то такое немного расплывчатое, приглашал на встречу, чтобы обсудить, посчитать, что-то вот так. Хорошо. У вас покупка, насколько я осведомлён, кредитная? Ну, и такой вариант возможен, да. Либо наличный? Без обмена, правильно? Обмен, вы имеете в виду трейд-ин. Да, да. Ну, мы просчитали машину, там она, допустим, сейчас стоит на авито, там рыночный, ну, хорошая цена, пишет, вот, 357-397. Да. Вот, вы предлагаете там что-то типа 220, что-то такое, да. Поэтому, ну, как бы, особого смысла нет. Ой, будете в роботе? Да, ну, пока, да, как бы, нет, может, потом, если у вас изменится эта цена, вдруг там, вот, то можно тоже будет подумать. Ну, к сожалению, вряд ли, да, потому что это другое... Ну, причём, на вид она как-то подскочила, была там, ну, на 30 тысяч поднялась, там, вот, за последнюю неделю. Тоже растут не только новые, но и бывшные тоже растут. Ну, да, новые подрастают. То есть, вторичный рынок, он тоже растёт, по сути, за новым мобилем, но просто там такой рынок желаемых цифр, по сути, не факт, что она продаста за эти деньги. То есть, сколько... То есть, может быть, продастся, а может быть, не продастся. Либо когда это продастся, она тоже непонятна. То есть, она может занять большое количество времени. Плюс, наверняка, если у вас будет реальный покупатель, наверняка, готовы будете уступить 20-30 тысяч рублей. Ну, не знаю, я просто никогда не продавал, не знаю. Скорее всего, так не будет. Ну, то есть, если не будет, например, спроса какого-то, да, и вы это будете наблюдать в течение какого-то времени, там, месяц-два, может быть, ну, всякое бывает, то наверняка, если приедет такой покупатель потенциальный и скажет, слушай, ну, 20-30 скидываю, я заберу, вы, скорее всего, носите. Ну, не знаю. Это мысль, да. Возможно. А может быть, и не нужно. Ну, то есть, у вас, по сути, покупка новой машины никак не связана с продажей в автомобиле. Ну, пока нет. Ну, в смысле, вот из текущих финансовых условий нет. Это же бессмысленно, да. Понял. Ну, то есть, вы можете спокойно приобрести новую, либо спокойно продавать был автомобиль в течение того года. Да, или ездить на нем, да. Все, окей, хорошо. Ну, то есть, по сути, тренды мы не рассматриваем, потому что повышение цены – это вряд ли, потому что это другое подразделение, у них свои задачи, и мы, там, как-то требуем от них определенного ценообразования, которое хочет, там, клиент, и мы. Именно поэтому, как разоранее все оценили, что не все быстро, да, заочно. Конечно, мы это сможем, поэтому, вот. По поводу этого автомобиля, я так понимаю, что уже, там, возможно, с нашим другим старшим продавцом, мы берем, которая связь была, или, возможно, нет, по поводу доп. оборудования, автомобиль у нас, ну, скажем так, можно сказать, отказной, условно, вот, корпоративный заказ. На нем стоят допы, которые мы, там, снимать, условно, не будем, да и не можем, там, сетку выкручиваем, или, там, сигнализацию снимать тоже, провода эти опять, ну, то есть, никто этим заниматься не будет точно. Поэтому мы можем такой вариант предложить, и, с учетом этого допы, и продать этот доп, условно, по какой-то минимальной цене, абсолютно. Возможно, он вам и не нужен, а может быть и много. Вы как-то это обсуждали, этот доп? Что это за доп? Да, подробно достаточно обсуждали, но там, просто, по-позиционно, не было информации по ценам, а так, в целом, да, естественно, да. То есть, какие-то позиции, я вырисовал все позиции, которые, в принципе, есть, у меня там, цена же, она на базе, позиции не прописана, поэтому я просто... Ой, из-за сигнализации, да, по-моему, стоит, сетка в бампер, скорее всего. Сейчас есть, да, дословно, еще на голову, сейчас его можно, в принципе, как-то стоит, сейчас смотреть. Ну, можно даже вот, что сделать. Ну, или здесь, да. Сейчас, давай, на параде. А, просто у нас сегодня был визит регионального менеджера, и за вас, в принципе, тоже речь шла, а вы уже известный человек, по сути, круга. Вы известный, точно. Вот, он даже вашу фамилию знает, региональный менеджер, это такая серьезная шишка, высокая, вот, в принципе, он так, нас попросил, ну, в такой лояльной форме, чтобы эту машину отдали максимально лояльно, насколько это возможно. Вот, если, если это вас устроит. Ну, либо второй вариант, вот, ожидать доступ к мобиль, который вы заказывали в рамках договора, ну, там тоже есть определенные риски увеличения стоимости, наверняка, это тоже есть понимание. Машина дорожает, в принципе, каждый месяц, и нет гарантии, что она до того момента, когда приедет, не подрастет еще раз. Возможно, на те же, там, 30-40 тысяч рублей, за которые мы потенциально сможем только два года продать, которая стоит на этом. Так, я нашему тесту, да? Я просил подушник для себя поставить, это вот для машины. Вот, поэтому мы вам сделаем предложение наше, финальное, по сути, основываясь на том, о чем с нами говорил региональный менеджер сегодня, у нас с 9 до 6 сидел, где-то с 7. И дальше уже, ну, по сути, будет право выбор за вами, интересно, это будет неинтересно. И, поверьте, это будут самые лояльные условия, которые могут быть сейчас. То есть, по-другому нам сказали, не принимается. Так, у нас, получается, сетка в бампер стоит, сигнализация, брызговики, антишумное напыление, упоры капота, газовые капота. Ну, по сути, все. Вот те позиции, которые стоят. Ну, там, вот станция Сумма, да? Брызговики еще. Брызговики, я вроде сказал. Сетка, сигнализация, брызговики, антишум. Антишум, антикор. И упоры капота. Вот такое количество. В принципе, достаточно все популярные, но они вообще интересны, неинтересны, по ощущению. Ну, я тоже купил, я, ну, когда готовился, как бы, я уже купил брызговики передние, задние оригинальные, коврики передние оригинальные, задние взял, ну, так, комплекты взял не оригинальные, сзади положил не оригинальные. В багажник взял хороший коврик, там, вот, что-то еще, там, какие-то даже крючки еще продаются, такие, которые дополнительные. Да. Вот, то есть, это уже все приобрел. То есть, эти позиции есть? Вот, то есть, вот эти все есть позиции, да. Вот те, которые вы озвучили. Да. Ну, а та же самая сетка в бампер, насколько она интересна, актуальна? Ну, она стоит 358 рублей, ну, как я понимаю, она, ну, имею в виду, вот, я посмотрел по артикулу, что в интернете продают, и она от камешков, вот, в принципе, мы ездим, так, здесь, по Москве, по области, там, вот, дороги все чистят, слава богу, Собянин, так, что особой необходимости в нем нет. Ну, тем не менее, может пригодиться автомобиль хороший, молодой, запланируйте поездку на югах, потому что такая штука может пригодиться. Да, я, например, на своей автомобиле всегда ставлю. То есть, ты ее один раз поставил, она может вообще никогда не пригодиться, хоть, там, 5-6 лет машину эксплуатируешь, но, может быть, один такой случай, когда прилетит камень и пробит радиатор, который стоит, там, 15-20 тысяч рублей, так себе и стоит. А по поводу стоимости, действительно, сеточка стоит копейки, как вы сказали, вопрос в ее установке, потому что снимается бампер, как правило, это работа механика, то есть, здесь, по сути, трудоемный процесс, не более того, сама сеточка действительно копеечная. Там, упоры капота, так, конечно, баласто, наверное, но они есть, но в любом случае, как правило. Антишумное напыление тоже такая штука, на которую у нас, по сути, каждый клиент ставит и хочет видеть автомобиль, потому что акустический комфорт, это важно для всех, по сути, клиентов. Конечно, здесь то, с чего пересаживается, то, с чем сравнивает, автомобиль, в принципе, с хорошей шумоизоляцией короб, но, тем не менее, лишним не бывает. Ну, праздновички, вы сказали, купили, но, тем не менее, здесь они уже стоят, в принципе, если вариант устроить, то свои сможете там перепродать. Сколько там баллончиков на машину уходит, это шумоизоляция? Да. А шесть штук. Шесть штук, да. Вот здесь я поставлю шесть штучек. Вот, поэтому, по поводу стоимости автомобиля, то, что она с момента заказа выросла, про это вы в курсе. Это, ну, и в договоре все прописано, да, четко. То есть, сейчас она… То есть, если говорить про прайс-лист, стоимость ее на данный момент… Это не твоя учетка. Неважно. Здесь же все есть миллион восемьсот тридцать две триста. Все правильно? Да, все. По прайс-листу тоже сверил, все бьется. Вот. Ну, вот ваше видение, с учетом этого доп. оборудования, которое там… Какие-то позиции вы уже сами купите, какие-то, ну, возможно, не нужны и не актуальны. Хотя, на мой взгляд, та же самая сигнализация. Пандора хорошая, которая там сертифицированного Шкода непосредственно ставится на машину хорошо и работает, и без всяких ошибок и так далее. Без автозапусков. Без автозапусков. Это хорошая штуковина. У вас бывало, сигнализации автозапусков не было? Мы обсуждали как раз с Евгением, ну, долго у нас такая вялотекущая переписка, которая, ну, после 10-го числа чуть более подробная стала. По поводу сигнализации у нас на предыдущей машине стояла, то есть поставили тоже вначале, ну, как откупили. Вот. Потом она начала коротить, и у нас шлагбаум во дворе не открывался из-за того, что она как-то коротила. То есть там проводку как-то проложили, вот, и она прямо вот коротила. Вот, поэтому пришлось ее отключить. Вот, это сигнализация. Потом автозапуск, как я понял, ставится вместе с сигнализацией. С сигнализацией. Вот. Я прошу еще на секундочку. А как сигнализация на шлагбаум? Коротила. То есть она где-то коротила, и постоянно как бы какой-то выдавала сигнал, и он перебивал. То есть никто с пульта не мог, она давала помехи. И никто с пульта не мог открыть шлагбаум во дворе. Всякое бывает. Вот такая была такая ситуация. А потом, как бы, мы еще специально, ну, смотрели, допустим, когда смотрели в Мазду, там у него там страховка 115 тысяч в год, то есть угоняемая. Поэтому выбирали такой специальный автомобиль, ну, в том числе один из параметров, который, ну, был такой, не супер популярный, ну, в целом, Шкода, как бы, не считается. Да, это наш плюс нашего бронда. Да, плюс. Поэтому, вот, поэтому, как бы, в этом смысле сигнализация нужна. Но именно как из-за функции подогрева, действительно, иногда хочется из дома включить. Это как полезная опция. Очень удобно. Вот. Но посмотрим, хотели бы ее посмотреть по ценам, по качеству, там, где, что нам еще предложат. Еще не смотрели по сигнализациям, что там на рынке. Но сама эта сигнализация на рынке стоит 15 500. Пандора? Ну, вот это, да. Ну, то есть на Яндекс Директе, то, что мы смотрели. Они тоже разные бывают. Ну, я так смотрел, вот именно по вот тому артикулу, который прислал Евгений, как бы, да, там вот такая цена. А, да, серьезно. Вот, поэтому… Там у нас в заходе, ну, так, открывая все карты, абсолютно мы с вами общаемся. Все мы прощественно общаемся. У нас в заходе эта сигнализация с учетом GSM-модуля, там, обходчик, имбилайзер и так далее, стоит 22 тысячи рублей. Только в закупе для нас. Поэтому… Ну, это с этими опциями, да, обхода там и так далее. Ну, скорее всего, там просто какой-то блок, условно, без GSM-модуля, без обходчика и так далее. Да, да, возможно, да. Так оно и есть. Вот. И я, наверное, в тот момент… Просто мы Пандору не продавали в тот момент и я не смог ее поставить. Мне вот сказали, вот есть такая, ставь такую. Ну, поставил. Сейчас, в принципе, глюков нет. Ну, более-менее. Но хотел бы, конечно, Пандору. В перспективу. Вот. Поэтому жена хочет страховку купить. Я, соответственно, посмотрел вариант и отправил на «Сравни.ру» или куда-то там еще эту заявку. Я забыл куда. Вот. Представили предложение. Сейчас пока на текущий момент самый выгодный «Ренессанс». Там у них интересное предложение в зависимости от пробега. Вот пробег, вот, ну, если ограничивать 6 тысячами, то вообще 23 тысячи стоит. Мы, как бы, опытные водители со стажем, там, с детьми, поэтому это у них дешево идет. 23 тысячи. Ну, если мы хотим до 12 тысяч, допустим, то там будет 28. Ну, и так далее. В промежутке есть тоже варианты. Соответственно, вот как… Ну, как спланируем, сколько мы хотим ехать, такую страховочку можем сделать. У вас пробеги небольшие? У нас пробеги вообще небольшие. Мы по одному маршруту на дачу и обратно. И в новой машине, может быть, раз в год, может быть, куда-нибудь там в Крым или какую-нибудь в Беларусь там съездить. Ну, вот и все. Понял. Так что вот даже на текущей машине там 13 лет только пробег 95 тысяч. Вот просто сейчас покупаем, потому что дети уперлись коленями в задние сиденья. Вот и все. Особо-то не срочно и… Понял. А у нас страховку считали, не считали? Давно считали, давно считали из другой суммы. Здесь уже сейчас пока… Ну, то есть лучше посчитать, сравним с хотя бы. Да. А это, получается, вот эту сумму вы сказали, там, в зависимости от пробега это полная или с франшизами, можно сказать? Я не хотим франшиз, то есть хотим вот, что если что поцарапается там, чтобы без… Со справками даже, то есть есть опции, допустим, с справками, без справки мы готовы там даже вызвать какого-нибудь ГИБДДшника, я не знаю, участкового, чтобы там он… Если кто поцарапает там во дворе, то есть это без проблем, да, все самое правильно. Ну, самый минимальный вариант, посчитали, без комиссаров, там, без помощи на дорогах, там, без эвакуации, там, ну, такой самый простой. Просто, чтобы если что там, то… Вот без франшизов полный ущерб плюс угон, ущерб на любой сумму, да. Вот так вот считали, это считали, нам 23. И сказали, что даже курьер сюда приедет бесплатно, принесет этого, да. Ну, а с точки зрения оформления страховки у дилера, в чем преимущество, знаете, не знаете? Ну, смотрите, как правило, то есть, наверное, преимущество в том, что при этом, то есть вы получаете какую-нибудь маржу, например, ну, не знаю, допустим, там, 15-20% из нее, делаете какую-нибудь скидку, там, на машину, например. И потом еще, ну, когда у вас там много таких страховок, еще дополнительно у вас бонусы, там, ну, как-то так. Ну, отчасти, да, вы кухню представляете, здорово, в принципе. Ну, я с точки зрения вашей выгоды, то есть, да, мы действительно за страховку, мы поборемся, в любом случае сделаем расчет у нас, посмотрим, сколько это будет. Скорее всего, это будет дороже, чем вот такие вот предложения, там, в зависимости от пробега. У нас таких нет, скорее всего, я больше, чем увидел, по крайней мере, где раз, на полу. Сейчас, я же, на секундочку, перебью. Вы хотите делать стороннюю страховку, это при оплате наличной, правильно понимаю? Потому что, если вы планируете автокредитование, мы стороннюю полюсу не принимаем. Ну, это уже, да, мы сейчас дойдем, дойдем. Да, 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 мне предупредили, да. Выгода для клиента, если оформлять страхование, страховку у нас, у официального дилера, это удаленное регулирование убыток. То есть, не дай бог, что, если... Выходите за Nissan, напись ЧЕСТО на здании, на второй этаж. Метров пятьдесят в том направлении, прям по улице, там будет большая вывеска, автомобили с пробегом ЧЕСТО. Заходите сюда на второй этаж, они занимаются блок автомобилей. Так вот, это удаленное урегулирование убыток. То есть, не дай бог, что, если произошло, вам не нужно обращаться напрямую в страховую компанию, которая может вас направить на ремонт в любой конец Москвы, условно. А непосредственно приезжаете к дилеру, где покупали автомобиль. У нас, например, есть тот же самый кузовной цех, и здесь же вас ремонтируют. Да, как раз мы с женой еще не определились, мы хотим официального дилера или неофициального. Там тысяча, одна-две тысяча разница. Плюс еще насчет урегулирования дистанционного, я бы тогда, ну, смотрел, какой график работы у этого ренессанса, да. То есть, если он окажется, что он там в будни только с девяти до шести, да, то понятно, что тогда будем смотреть, может, какие-то другие страховые. Тоже это важный параметр, да, естественно, хочется. Ну, то есть в субботу-воскресенье там съездить, заявить, что она там что-то поцарапана, там или где-то там, вот, коснулись привезти какие-нибудь из ГИБДЗ справки. Ну, как бы опыт небольшой есть, вот, то есть здесь это ничего страшного. То есть в целом это для вас не сильно? Ну, были там маленькие такие вот, кто здесь шарпнул, ну, это его лет десять назад еще было там, то там, как бы, не проблема вообще. То есть для вас это, по сути, не плюс такое, там, регулирование убытков, я имею в виду, или все-таки нет? Ну, пока нет, нет такого плюса. Хорошо? Хорошо. Ну, страховку мы в любом случае посчитаем, сделаем наше предложение, опять же, чтобы у вас было, по сути, пища для размышлений. Я так понимаю, вы много очень вариантов прорабатываете, чтобы выбрать самый подходящий. Ну да. Ну, в то время есть. Смотрите, по поводу стоимости этого автомобиля, с учетом того тока оборудования, которое на нем стоит. Наше предложение будет такое. Сейчас я считал. Ну да. 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 Но. Ну, я хочу узнать, когда привезли-то. Аутромобиль? А. Ну, у нас числая, на сладik 10. 10 дней. 8 мая привезли. Ну, когда именно, да. Получается, так? 10-10 дней. Ну то, получается так. Сегодня 17-й, да? Хотели говорить? Да? Да, есть возможность. успеем там техники на месте давайте посмотрим 216 фотографировать его можно будет я хотел жене по жене показать через нас сделку он не пропустит сторонник она должна быть сделана у нас здесь мы снимаем это вы посчитали без коврика какая-то девушка разговаривала стала что снизится но еще на коврике это уже из-за того, что мы коврик уже убрали ждете? отрежете? там какой еще он хотел вопрос обсудить потому что по условиям договора показано что ну при измене цены то есть на 9 договора там по требованию покупателя продавец обязан предоставить счета фактуры накладные которые показывают как изменилась закупочная цена автомобиля в принципе или например можно посмотреть по там не знаю ВИН номеру это даже может быть щепотка там просто важна дата поставки то есть если он поставлен в апреле это выкуплен в апреле да? или в мае ну смотрите у нас таким образом когда автомобиль поставляется к денеру нам завод выставляет счет и по тому когда выставлен этот счет мы по сути ориентируемся ну то есть мы естественно видим себестоимость автомобиля но глобально по тому когда нам завод-импортер выставляет счет за эту машину мы можем ориентироваться когда она пришла с подорожанием либо без ну понятно что он выставлен да если машина увеличивается в цене то нам соответственно и счет выставляют с увеличенной стоимостью вот если говорить про эту машину давайте я можно сфотографировать давайте я можно сфотографировать то есть машина сейчас оформлена на вас да то есть а просто мне почему-то евгений сказал что руководство не разрешает сообщать вин номер этой машины можно его сфотографировать в номер иначе или нафиг ну 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 это 42 тысячи рублей в принципе есть вероятность того что пока мы ждем автомобильные эти же 30 тысяч может а все вот эти сфотографировать топ оборудования что там установлен или теперь можешь мне заказ снаряд распечататься или как угли могут сфотографировать какому угодно чтобы жене еще раз показать там так сейчас жене там посмотрим можно будет посчитать сверху а а вот еще был вопрос который Евгений так и не ответил точнее я так можно даже не с Евгением обсуждал а там в договоре обычно и мне подтвердил вот эта девушка что там прописывается что предыдущий ну этот господи заказчик если он отказывается от заказа то он должен оплатить услуги по демонтаже демонтажу демонтажу это все очень визуально на самом деле потому что разные случаи бывают отказы со стороны клиента то есть одно дело он пришел и сказал на выдаче там условно машина готовая стоит слушайте ну я просто передумал не хочу это одно другое дело какие-то жизненные обстоятельства неодобренный кредит еще что то ну всякое бывает трагедия какая-то семья ну здесь другой разговор мы естественно лояльно абсолютно а вроде Евгений говорил что это какое-то юрлицо там корпоративное да это вообще был корпзаказ я честно не вдавался в подробности кто его там бронировал или не бронировал не суть важна какая разница суть в том что это все индивидуально абсолютно рассматривается и в принципе док который на ней стоит он актуальный и его практически ну да не знаю процентов 70-80 клиентов хочет идти на автомобиле поэтому ну какой смысл его снимать скорее всего там следующий клиент будет с учетом этих доков а вот этот отковыривать антишум никто не будет естественно юрлицо оно вот это вот отказалось письменно отказалось слушайте я не вдавался в подробности потому что у нас есть корпоративный отдел ну чтоб не было претензий потому что может быть там срок какой-нибудь там по договору 10 дней да то есть она пришла какого там вы сказали 6 там допустим или 8 8 8 может он там не прошел еще сколько-то рабочих дней там 10 там ну вот формально да то есть бывает что он просто отказывается бывает просто молчит не отказывается и не отвечает там то там и поэтому должен какой-то срок там официальное выдавление пройти там у них в корпоративном отделе у них другая кухня своя они даже сидят не с нами в своем кабинете отдельно мы не влезаем в их кухню а можно посмотреть когда машина была заказана заказана вот именно да сколько она производилась вот именно этот ну похожий автомобиль потому что я слышал что там есть проблема с этими арками да там и с мультимедиа там с цифровыми ну вот именно похожая комплектация можно дата заказа 10 на 3 куда она чего она просто есть машина мы ее продаем задача продать есть машина готова подходит подходит условия максимально есть посмотреть что может перепутали сейчас уж свои я сфотографировал почему-то вот этой машине дата заказа 10 марта который мне сейчас хотят показывать а тут на вот получен дилером а где-то там был такой же у меня скриншот где дата поставки производства там или 24 неделя 24 21 год сейчас соответственно это предварительная дата была сейчас утверждена 30 то что у нас с вами по договору до конца и улья машина должна прийти все правильно а в чем сомнения я просто сейчас секундочку у меня просто криншотик я сейчас сейчас где там был стопеншот сейчас а 4 432 что они все одинаковые такие 8 на 432 сейчас а это другой все коммерческие все просто почему-то у них совпали дата заказа здесь обе 10 марта мы иногда перестраховываемся заказываем несколько вариантов бывает корпоративный отдел который заказывает отдельно от нас смотрит на наши заказы заказывает вариант от свободных код поэтому мы же под эти код заказывает 18 6 21 окей давайте пойдем посмотрим давайте посмотрим да вот 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 не перепутали да именно это зафотки отлично сеточку и так видно да вот она и сверху и снизу до конца у вас и доставят везде у всех отверстий а защита там пластиковая стандартная да там стоит композитная да это уже не пыльник а именно композитная защита хорошая понятно в принципе все ну а потом еще детально уже там буду смотреть на вытащи да там ну вот все таки если готовы вариант рассмотреть то есть что мы с вами были здесь подробнее от нас ну я на жене сегодня расскажу все что вы мне рассказали да интересно самое интересное что то что то что то с то это в месяце достаточно больше на продаже касаемо общего плана на весьте видео у нас есть определенная банка для которого мы сможем не принесет сбежать но для того чтобы перестаревляться нам нужно предупреждать все вариаторы тем вам лучше так и Да, я 16 с половиной лет работаю в отделе именно продаж. Но не продавцом, а аналитиком. Поэтому я такой додошный, противный, дедливый. Поехали. Мы остановились, мы посмотрим машину и мы ждали. А, я там зафотографировал вот этот параметр именно вот этого автомобиля, который почему-то тоже заказан 10 марта, но... Нет, вот и этот заказан 10 марта, как они оба заказаны 10 марта, этот пришел, получается, как-то пораньше сделали, хотя вроде бы и до них. А, вы что-то еще хотели там рассчитать? Да, вот я об этом спрашиваю, о чем мы договаривались с Максимом. Ну, Максим, насколько я услышал, хотел еще рассчитать и страховку.